В День Победы бессмертный полк пройдет по улицам городов и сел России. Жители Новочебоксарска во второй раз соберутся с фотографиями своих родителей, дедов и прадедов на главной площади. Как готовятся к акции организаторы, журналисты газеты «Грани» уздавали мои коллеги. В Новочебоксарске проживают 115 ветеранов Великой Отечественной войны. На празднике Победы все слова благодарности будут звучать в их адрес. Не забыты и те, кого уже нет рядом с нами. Чтобы их все знали в лицо, местная газета «Грани» формирует бессмертный полк. Родственники участников войны приносят в редакцию их фотографии и истории, которые с ними связаны. Воспоминания о фронтовиках и тружениках тыла публикуются в газете. А 9 мая с фотографиями родственников на Парад Победы выйдут жители Новочебоксарска вместе со всей страной. Редактор издания Андрей Сергеев в прошлом году сначала стал одним из организаторов, а затем ее участником. И тут оказывается у меня дед-герой. И мы с этим портретом вышли на акцию «Бессмертный полк». Пришли всей семьей. Значит, двое моих детей, жена. Пришла также моя сестра с детьми. И вот, честно говоря, тогда я впервые задумался, что нам одного портрета на всю семью маловато, честно говоря. А ведь были и другие родственники, кто воевал. Другой мой дед. Я о нем вообще совершенно ничего не знал. Кроме того, что он был связистом. В этом году журналист собирается выйти в День Победы уже с тремя фотографиями своих родственников. Зоя Тимофеевна тоже мало знает о военном прошлом своего отца. Только то, что он был ранен и находился какое-то время в плену. Дочь надеется с помощью редакции найти родственников папы и узнать о нем побольше. Их окружили, скорее всего, где-то в конце войны. Значит, он с 45-го по 53-м родилась. Значит, где-то в 52-м они поженились. В прошлом году акция «Бессмертный полк» собрала в Новочебоксарске около 300 человек. Причем это люди совершенно разного возраста. То есть, начиная от воспитанников детского сада до просто горожан и ветеранов. В этом году, возможно, численность «Бессмертного полка» увеличится. От многих предприятий города поступили предложения участвовать в акции целыми трудовыми коллективами. Присоединиться к акции может каждый новочебоксарец. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика.